В истории с Ноксинским лесом появилось продолжение. Теперь уже на другой стороне насаждений планируют возвести отель. На эти цели выделено почти 7 тысяч квадратных метров. Сегодня состоялись первые публичные слушания о борьбе за территорию Эльмира Заляева. Речь идет об вот этом замечательном участке, где сосны, и участок начинается плотить дороги и уходит глубоко в лес. Островок природы в мегаполисе – картина редкая. Это любимое место жителей ближайших домов. Здесь гуляют мамы с детьми, пенсионеры, отдыхают молодежь. Но за такую роскошь, признаются азенцы, бороться приходится постоянно. Мы сами как-то узнаем, то есть вот следим за постановлениями, узнаем, но знаем только, что здесь собираются построить гостиничный комплекс. Эту часть Ноксинского леса жильцам уже удалось в какой-то мере отстоять. 3 июля нынешнего года Вахитовский районный суд Казани вынес решение о приостановке вырубки деревьев и запрете на строительство жилых домов. Теперь жителям предстоит побороться за вот этот сосновый бор. 70-х гектара многолетнего бора по документам отдали в аренду на 3 года под застройку новой гостиницы. Поднаторевшие в этих вопросах азенцы тут же решили уладить вопрос формально и в первую очередь через публичное слушание. Сегодня они встретились с застройщиками, те уверили – лес будут беречь. Овраг как раз вот он уходит от участка практически от франта и идет туда. То есть он не весь овраг будет затрагиваться частично. То есть сосновый бор там никто трогать не собирается. То есть ни в коем случае деревья мы трогать не будем. По крайней мере я это как бы как архитектор утверждаю. Вот этот парк с Далышкой, в данный момент на этом месте овраг с деревьей. То есть как это? Эти дорожки в овраге? Или овраг засыплен? Овраг засыплен. Деревья вырубят? Деревья вырубят? Нет, деревья вырубать. Нет, да как вы не вырубите, вы что? Вы закопаете деревья? В покровах что ли? Ну во-первых. Там овраг, там неизменность. Итог слушаний подведут позже, но вне зависимости от резолюции жители Азина готовятся к пикетам и параллельно собирают документы для суда. Эльмира Залева, Илья Савельев, Вести, Татарстан.